Привет, я врач-гастроэнтеролог, меня зовут Соколова Ольга Николаевна. Сегодня я расскажу, что не так с кето. Кето-диета – это система питания с преобладанием белков и жиров и практически полным исключением углеводов. Чтобы переваривать белки и жиры, состояние пищеварительной системы должно быть практически идеальным. Высокая кислотность желудка, здоровая печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, кишечник, здоровая микрофлора. Переваривать белки и жиры гораздо сложнее, чем углеводы. Если где-то есть проблема с перевариванием или усвоением пищи, то при похудении будет уходить не только жировая масса, но и сухая, то есть мышцы, костная ткань, ткань органов, пострадают кожа, волосы, ногти. Большое количество белка в рационе требует отличного состояния печени и почек, потому что в процессе переваривания белка образуется аммиак, который обезвреживает печень и выводит почки. Если на кето-питании вы почувствовали головную боль или туман в голове, это может быть интоксикация аммиаком. Я рекомендую принять сорбент и пить больше воды, чтобы выйти из этого состояния. Также важно не допускать задержек стула. Он должен быть ежедневным, чтобы выводить токсины. Только не применяйте препараты на основе сены или бисокодила. Эти слабительные вызывают привыкание и нарушают работу кишечника. Кстати, сена и александрийский лист – это одно и то же. Я рекомендую принимать при необходимости только безопасные слабительные, например, на основе макрогола или экстракта алоэ. Вы можете это обсудить с врачом. Причиной этих проблем также может быть дисбаланс калия и магния, который часто появляется на кето-питании. Вы можете принимать добавки с калием и органическим магнием, а также пить минеральные воды. Если вас беспокоит тяжесть желудки на кето-питании, вы можете добавить ферменты, кислоты или помочь желчооттоку. Люди обычно боятся препаратов кислот, но на самом деле это лишь капля в море соляной кислоты желудка. Из препаратов кислот наиболее богатым составом обладает бальзам Болотова. Также можно принимать аптечный ацидин, пепсин. Препараты ферментов бывают животные и растительные. Их можно чередовать. На животных ферментах основаны аптечный, микрозим, корион. А растительные ферменты – это бромелайн и папаин. Обычно они продаются в виде БАДов. Кстати, для активации ферментов необходим хороший желчоотток, потому что без желчи ферменты останутся в неактивной форме. Подведу итог о кето-питании. Это отличный инструмент в работе с инсулинорезистентностью и пищевой непереносимостью. Но необходимо идеальное переваривание белков и жиров, чтобы ваш организм не оказался в энергодефиците. Эта система питания подходит не всем. На этом у меня все. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok